что я считаю ценное наверное здесь в компании это то что мы можем действительно сделать большие дела и начать с ними делиться и я в этой компании действительно я прописал свои цели я очень люблю ставить цели и мотивирую свою команду я с них прямо не слазю пока они мне не пришлют список своих целей список своих желаний и некоторые думают это нереально это невозможно я хочу здесь всем вам сказать как это у меня случилось 2014 году я еще не был знаком с компанией life is good но тогда я еще будучи в охране когда работал я умственно готов был ну к чему-то большому мне хотелось чего-то большего я начал смотреть тренинги вебинары различных специалистов различных мировых звезд таких которые выступают на сцене и как-то на одном тренинге там сказали припишите 30 целей я пришел домой взял блокнот ежедневник и написал там 30 целей и вы не поверите друзья насколько все это сработало я переезжал мы переезжали с супругой я вот супруга меня вообще благодарю тебе вот юля вот можно вот стать я тебе вот настолько благодарен это вот мы с 16 лет вместе мы уже 14 лет вместе она всегда меня вдохновляла она не разу не не сказала что у тебя что-то не получится что что-то невозможно и давайте вот друзья просто кто сете в зале делать бизнес семейный потому что мы настолько транслируем этот бизнес просто встаньте кто делает бизнес семьями кого вот поддержка взаимопонимания мне встанете встаньте может свет зал просто посмотреть кто этот бизнес сделать семейный Свет, можно зал посмотреть? Ребят, я вас искренне благодарю и ценю. Это читал Ким, Джен, Максим. И вообще, ребята, директора, особенно директора, все встали. Видите? То есть это яркий пример, что надо делать этот бизнес обоюдно, надо договариваться. И мы научились с моей супругой договариваться. Договариваться действительно обо всем. Я благодарю тебя, супруга. Я хочу тебя пригласить сюда. Иди ко мне. Спасибо тебе за все, что ты делаешь. Спасибо. Я очень сильно тебя люблю. И делайте бизнес семейный, чтобы у вас в жизни все получилось. Найдите свое понимание. И найдите здесь вторую половинку, если еще нет. Спасибо. Ты очень сильная женщина. И по поводу целей. У меня есть блокнот, который я потерял в 2014 году, в котором было четко прописано заняться инвестициями через год. Купить себе автомобиль, который я хотел, там за 4 миллиона я тогда цель ставил. Это нереальная цель. Я тогда работал, максимум 30 тысяч рублей зарабатывал. Купить себе дом за 23 миллиона я писал. В этом прописано прямо в книге. Прописано все. Похудеть даже было. Я весил 116 килограмм. Это 2014 год. 30 целей прописано. Знаете, что получилось? Я этот ежедневник закончил, то есть он завершился. И я его куда-то положил на полочку. И мы переезжали со съемной квартиры в другую съемную. Потом купили в ипотеку квартиру. Потом с ипотеки переехали уже. Купили собственный дом. И когда мы переезжали, мы уже переехали, я нахожу коробку. И в этой коробке я нахожу этот ежедневник. Я открываю его, и там прописаны цели. Я смотрю, и там прописаны даты. Автомобиль. Я ошибся на один месяц. Я написал на 3 года вперед купить себе автомобиль, который хотел, о котором мечтал. Я ошибся на один месяц. Смотрю дальше, купить маме шубу у меня было. То есть у меня мама мечтала о норковой шубе. Потом маму свозить за границу. Папе купить машину. То есть вот эти все цели прописаны. Я смотрю, я ошибся реально на один месяц. И самое, знаете, что интересное? Когда я дошел до цифры вес, там стоит вес похудеть на 30 килограмм цель. Ну такая нереальная. 86 килограмм поставил себе цель. Знаете, что? Я взял этот блокнот, пошел в туалет, где у меня стоят весы. Встал на весы. Смотрю, 86,0. У меня мурашки по телу. Я не знаю, бегают. Я не знаю, как это работает. Я не ставил. Я честно не ставил себе цели похудеть. Я забыл про этот блокнот. Я просто в голову загрузил, что я это хочу. То есть это реальность. То, что это возможно. И это получилось через 5 лет. Дом мы купили тоже в прошлом году. Позапрошлом, получается, в декабре. Интервал тоже я ошибся на 2 месяца. Ребята, вот поставьте. Сегодня много говорили директора про цели, постановки цели. Ставьте цели. Об этом все говорят. Я не знаю, как это работает. Вот загружайте в голову то, что это работает, и это сработало у меня. И я 100% уверен, что это сработает и у вас. Когда я достиг всех своих целей, меня почему-то, как мужчины, может, меня поймут. Ну, директора, имею в виду. То есть свои цели закрыты. Автомобиль там, дом, прочее. И все, как-то не мотивирует. Я начал подходить к супруге, спрашивать. Пропиши мне цели. То есть я достигатор. И мне хочется достигать. То есть, ну, ради нее там сделать какие-то цели. И она такие-таки маленькие цели, говорит, там в прошлом, в декабре. Я хочу в 4 квартиры. Окей. Мы сразу там пайщик-инвестор и 3 там, еще 3, вступили еще в 4 кооператива в декабре. То есть это такая, ну, легкая цель сейчас. И я дальше понял то, что пойду-ка я к маме. И мы вместе с супругой приходим к маме. Я говорю, мам, пиши, пиши, что хочешь. То есть пиши прямо, о чем ты мечтала в свою жизнь. У меня мама, получается, 51-го года рождения. И я сейчас, я понял, я настолько замотивирован от того, что мне хочется дать ей ту жизнь, о которой она мечтала. И все, я поставил себе цель там. Все, в феврале отправлю ее там в Париж. Она в Париже мечтала. Отправить там в Дубае, там отправить, то есть куда-то, ну, попутешествовать, посмотреть мир. Я уже побывал больше 40 стран. Я понимаю, у меня мама, мы с мамой один раз съездили вот с родителями. Вот. И я понимаю, у меня у супруги молодые родители. С ними мы еще успеем накатать там весь мир и все сделать. А вот со своими родителями хочется вот ей сейчас дать. И я понял, у меня настолько это жгучее желание внутри. Настолько это горит и настолько это мотивирует меня сейчас это сделать. Свои цели куда-то уходят. И когда я домой прихожу иногда, то есть, ну, маме там, сейчас он, стиральная машинка, оказывается, у нее там плохо выжимала. Я ей там поставил, да я кайфанул так, то, что этот, для меня, не знаю, там, получил такую энергию. И я там иногда прихожу домой, и маме там даю там 20 или 30 тысяч рублей. Мама у меня до сих пор, сынок, а как ты жить-то будешь? Сынок, нет, ну, а точно у тебя все хорошо с деньгами? То есть, там 10 вопросов, прежде чем взять. И я хочу дать вам какой-то, наверное, совет. Я не знаю, кто мне об этом рассказал, но это реально работает. Я раньше приходил домой к маме, она мне давала тысячу там или две тысячи рублей, там, с днем рождения, сынок, купи себе рубашку. Ну, она не знает, потому что мы там уже рубашки покупаем. Ну, то есть, я такой, да не надо, мам, тебе они нужнее. А я понял то, что я сделал плохо и ей, и себе. То есть, обмен денег, это энергия денег. И мне кто-то рассказал, ты возьми у нее деньги, возьми эти тысячи рублей, а потом, то есть, она понимает, что она тебе нужная. И ты потом через неделю пришел и дал ей там 20-30 тысяч рублей. То есть, обмен произошел, и все довольны. Я хочу, чтобы вы это тоже делали, особенно молодежное поколение, чтобы вы транслировали, чтобы вы задумались и начали. То есть, если самих не мотивируют, найдите цель, мотивацию. Кто-то ради детей делает, кто-то ради родителей, кто-то ради второй половинки. Но найдите ту, вообще, то есть, ту зажигалку, которая у вас будет гореть, гореть внутри. Это очень важно. Семья, ну, семья, это вот, ну, для нас очень ценно. И с молодежью мы не смогли в 2019 году выехать, то есть, сделать какой-то у нас слет. Очень сильно хотелось, но по ряду причин, многие, наверное, знают, для нас 2019 год это был самый-самый сложный год вообще в жизни. Завершу, наверное, на том, что я раньше не понимал слова, когда вот выходил Анатолий на Ливан, Радик Ахмедзинов, Вячеслав Короткевич, Евгений Чичук на наши семинары, и они читали последнюю лекцию. Я слышал лекции всех наших советников, и они выходили, говорили вот эту лекцию последнюю. Я люблю этот бизнес, я вообще не понимал, о чем речь. Ну, люблю, о чем. Но потом, когда ты действительно проникаешься этим и понимаешь, что ты действительно его любишь, то есть, ты ставишь на кон все, я дышу этим бизнесом, я люблю, я... Вот мне понравились, опять цитирую слова Геннадия Москаева, то есть, не предавать, ценить, благодарить и действительно быть преданным тому делу, то, что вы делаете. И это самое ценное, то есть, ваши слова и ваши взаимоотношения. И спасибо тебе, Валера Андреев, то, что ты тогда достучался до меня, то, что ты предприниматель с таким доходом, я не мог понять, как он может заниматься с этим бизнесом. И я поверил ни компании, ни продукту, я поверил человеку, Валера Андреев, мой руководитель. И когда мы приехали в Казахстан, мой бизнес начался с Казахстана, с Борового, где Югульшат Балтина, Юлька Сабекова, Салтанас Сиитова организовывали, задали планку. Я не знаю, может, из-за этого мне к Казахстану такие теплые отношения. Казахстан, к вам отдельный респект, у вас какая-то отдельная энергетика. Спасибо вам. Спасибо всей команде. Спасибо большое. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok